Добрый вечер, господа. У микрофона Юрий Пранько. Начинаем наш ежедневный вечерний интерактивный канал «Большое реальное время». В этом часе, по традиции, у нас гости здесь, в московской студии прямого эфира. А в следующем часе с 20 до 21 будем подводить итоги дня. Сегодня я выбрал четыре темы. Три из них касаются России, одна Украины. Не могу обойти события, которые начинают разворачиваться в соседней державе. И там дан старт предуберной парламентской кампании. Вы знаете, что там все очень бурно. Я бы сказал, даже буйно в определенные моменты. У нас будут гости из Киева и наши доморощенные российские эксперты. Четыре темы. Одна также связана с Навальным. Все-таки сегодня СКР соблаговолил наконец-то предъявить ему обвинение. Вот та истерика, которую я наблюдал со стороны его адвокатов, наконец-то начинает приобретать некие реальные черты. Поговорим о том, что в деле Навального и деле Киров-Леса больше политики или экономики. Затем обсудим тему, связанную с катастрофой в Крымске. Сегодня Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко», предложил перевести губернатора Кубани Ткачева в статус подозреваемых по делу о наводнении в Крымске. Как мне представляется, это очень важная тема. И четвертое, она будет связана с нашей московской тематикой. У нас здесь городское правительство вновь решило подреформировать малый бизнес. В столице решили убрать ларьки из остановок. Вот как мне представляется, это новый удар по малому бизнесу. Вы знаете, я пятый год на волнах Финам-ФМ отражаю и всячески защищаю интересы малого и среднего бизнеса. Вот эти новации чиновников меня всегда, мягко скажу, настораживают. Настораживают, хотя у них есть определенная своя логика. И мы предоставим возможность высказаться обеим сторонам и провластным, скажем так, и представителям предпринимательских столичных структур. Но это все в следующий час. А в этом части у нас будет очень сложная, важная, как мне представляется, принципиальная тема. Мы будем говорить о пенсионном обеспечении в России, что будет через 10, 20, 30 лет. Я также, как и многие из вас, отношу себя к молодому поколению, но, тем не менее, уже давно задумался над этой тематикой. Потому как, как известно, старость приходит неожиданно и она точно всегда приходит. И хотелось бы понять, что нас ожидает. У нас будет два гостя. Один уже доехал. Это председатель Комитета Государственной Думы России по труду и социальной политике, член фракции «Единая Россия» Андрей Саев. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. И мы ждем буквально с минуты на минуту Евгения Ясина, научного руководителя Высшей школы экономики, бывшего министра экономики Российской Федерации. Евгений Григорьевич где-то вот у нас подзастрял в столичных пробках. Но, тем не менее, я надеюсь, он до нас доберется. Я тоже очень надеюсь. Да, значит, напомню, средства коммуникации для звонков, многоканальный телефон 651099,6, код Москвы 495. Для ваших писем наш портал в интернете finam.fm. Там же идет и прямая веб-трансляция, можете слушать, смотреть и, самое главное, участвовать в нашем разговоре. Андрей, вы скажите, на сегодняшний день у государства российского есть понимание в части пенсионного обеспечения не сиюминутное, да, не погашение сиюминутных, безусловно, очень сложных вопросов, как то до срочной пенсии, а в целом стратегическое направление пенсионного обеспечения, ну, скажем так, в обозримой перспективе. Я скажу так, у государства российского есть некие идеи, окончательного понимания нет. Потому что я считаю, что это не должно быть решением государства только как такового. И мы не должны повторять ошибок нескольких пенсионных реформ. В данном случае мы должны говорить о том, что должно быть решение общества. То есть общество должно сказать, вот это мы считаем справедливо, вот это мы понимаем, вот это правильный подход, вот это неправильный подход. И задача, которую я ставлю перед собой, ну, до тех пор, пока я буду возглавлять комитет, состоит в том, чтобы решение было принято при активном участии общества. Понятно, что общество как таковое это 140 миллионов человек, и не выведешь их на площадь, не проведешь референдум по пенсии. Но есть активные представители общества. Это и экспертное сообщество, это и государственные чиновники, которые в этом разбираются, это профсоюзы, которые представляют интересы трудящихся, это объединение работодателей, это союз пенсионеров России, это другие общественные организации, ветеранские и прочее. Чем больше их примет участие в обсуждении параметров пенсионной системы и его развития, чем больше их станет авторами принимаемых решений, тем лучше. Во всяком случае, я считаю, что без такой широкой экспертизы, без достижения консенсуса по основным параметрам, мы двигаться дальше не сможем. В чем функционал государства и в чем функционал конкретного человека? Государственный функционал должен состоять в том, если мы говорим о выборе решения, в том, что государственные чиновники должны сказать, вот у нас такие-то проблемы, у нас такие-то вызовы, мы предлагаем такой-то набор решений. А представители людей должны сказать, вот это решение, которое вы предлагаете, оно неправильное, оно не годится. Вот это решение, которое вы предлагаете, оно правильное. Значит, оно нам не очень нравится, но мы понимаем, что такая жизнь. вот а жизнь мы все реально понимаем одну вещь о том что у нас происходит то же самое что происходит во всех европейских странах происходит старение нации нация наша сейчас по международным критериям по оценкам он старая что такое старая нация тоже ведь не просто как бы слова это определенной категории если 15 процентов населения старше 65 лет так то нация старая значит у нас мы прошли трубеж в мегаполисах у нас больше 15 процентов старше 65 лет в этом нет ничего плохого на самом деле почему потому что это означает что мы стали жить дольше да вот скажем когда бисмарк затевал пенсионную систему в германии и когда именно он предложил вот эту формулу 55 лет для женщин 60 лет для мужчин потом впоследствии успешно использованы большевиками тут ничего не скажешь он исходил из того что мало кто из работающих доживал вообще до этого возраста сейчас у нас число пенсионеров по отношению числа работающих растет когда я каждый раз на встречах с избирателями с личными группами населения с оппозиции слышу о том что да у нас никто не доживает до пенсии говорю ребят давайте так посмотрим статистику у нас на сегодняшний день 40 миллионов пенсионеров они каким-то контрольная цифра до 40 они каким-то образом дожили до пенсии правильно и более того значит еще пять лет назад нас было 38 миллионов пенсионеров и мы можем прогнозировать что через пять лет у нас будет 45 миллионов пенсионеров так далее там подобное то есть люди слава богу доживают это означает что цель мы становимся более цивилизованными но это означает что мы должны перестраиваться потому что общая настройка которая существовала в обществе раньше это то что старики вот они такие беззубые сидят где-то там за печкой им младшее поколение жует потом выплевывает они все дела проглатывают и вот как-то они рассказали прошло существуют да это существует значит мы должны научиться и жить таким образом что у нас треть граждан это граждане пожилого возраста они должны быть активны они должны участвовать в общественных процессах они должны возьму иметь возможность самореализации они должны иметь возможность не доживать а реально жить этот период времени это конечно должно быть перестройка всего общественного подхода и в том числе это потребует определенных усилий в части пенсионной системы почему потому что на сегодняшний день пенсии которые получают наши пенсионеры они безобразно малы мы это понимаем вот мы точно так же понимаем что ресурс для роста этих пенсий пока крайне ограничен по одной простой причине но вот идея некоторых чиновников бывшего минздрав с развития о том что давайте-ка мы обнулим накопительную часть пенсии я был шокирован андрей этой идеи юрий знаете я скажу следующим образом значит в таком варианте этой идеи конечно безобразно но если говорить что называется философски накопить еду накопить продукты накопить одежду невозможно можно накопить фантики называемый деньгами или их нулевой вариант тогда электронный вариант этих денег что они будут стоить через 10 15 20 лет это никто не сможет сказать сейчас поэтому накопительная пенсия она как краткосрочная история для выкручивания ситуации и эту историю применяют многие страны в том числе мы начали применять она несомненно хороша как краткосрочная история до как один из вариант срочная с каким временным лагом я думаю что мы должны в течение 25 лет построить пенсионную систему который сможет обходиться без государственного накопительного варианта но раз государство устроил этот вариант раз она его организовала раз она дала обязательства гражданам она не может от варианта просто так отказаться еще раз если еще раз государство в данной системе скажет ребята вот вы поучаствовали теперь пошли вон значит это будет означать крах полный до доверия самое главное государству поэтому я выступаю я не горячий сторонник накопительной части пенсии я горячий а я не горячий я объясню почему потому что 75 процентам граждан система не понравилась они не стали участвовать ни в чем но тем 25 процентам которым понравилось которые стали участвовать и в системе софинансирования и в размещении пояснить для слушателей что было проще тысячу на тысячу да да совершенно верно когда государство добавляет тысячу каждому кто добавил свою это очень кстати принципиально важное было решение правильное еще более правильно то что если работодатель добавляет тысячу это тыс освобождается от платежей налогов да это особые отношениями 75 процентов с этим не согласились 7 процентов не согласились они в этом не участвуют они говорят мы не интересуемся наш накопительной частью вот я предложил бы следующий вариант объявить сейчас о том что дорогие друзья вот вам еще год на размышления если вы хотите дальше участвовать накопительной части так заявить об этом скажите об этом переведите деньги из да значит если вы этого не сделаете мы будем считать это как ваше решение о том что вы присоединяете вашу накопительную часть к страховой в чем есть логика дело в том что накопительная часть сегодня при в тех процентах которые дает веб это 6 процентов годовых это реально ниже реальной инфляции значит страховая часть индексируется сегодня 17 процентов годовых но страховая часть это не деньги которые мы куда-то откладываем а деньги которым из колес платим сегодняшним пенсионерам но при этом мы как бы фиксируем что долг государственные перед вами составляет столько-то мы у вас взяли в долг для того чтобы заплатить сегодняшним пенсионерам и этот долг мы индексируем вот страховая индексируется выше чем индексируется накопительная в вебе поэтому правильный был бы вариант те кто хочет играть дальше сказать еще раз ребят подумайте вы хотите в этом участвовать значит если хотите заявляйте если вы это не заявили то тогда мы присоединяем мы честно к вам относимся мы присоединяем к так страховой это для вас будет лучше чем вот это причине денег и одновременно государство получит определенный прирост ресурса для того чтобы выплачивать деньги нынешним пенсионерам я хочу что пока будет идти краткий выпуск новостей вы высказывались вот по идее которую высказал андрей исаев мне представляется там есть логическая логическая цепочка но что действительно во первых предложение остается в силе по сей день если дается еще год но все-таки вы можете определиться с кем вы сами накапливаете принимаете решение либо вы рассчитываете на государство пишите на финам точка fm пока идут новости по 19 часов 19 минут продолжаем реальное время на финам fm здесь в московской студии прям эфира андрей исаев председатель комитета госдумы по труду и социальной политики член фракции единой россии ну вот мне мой продюсер сообщает что ясин научный руководитель высшей школы экономики буквально вот должен уже появиться у нас минуту на минуту мы его ждем мы его ждем потому что обсуждаем очень важную тему очень важную тему безусловно это не сиюминутная политика это более серьезно более важно это ваше пенсионное обеспечение звоните на 65 10 99 и 6 и пишите на финам точка fm андрей ну а вот на ваш взгляд почему 75 процентов ну скажем так не откликнулись на идею о самостоятельном управлении накопительной части в чем причина две причины три даже вообще во первых я хочу сказать что процент очень большой я хочу сказать что в швеции это будет парадоксально швеция все-таки живет в рыночной экономике довольно долго когда она предприняла такую же попытку а собственно зурабов взял схему именно со швеции в швеции откликнулся конечно больше чем у нас треть в две трети точно также не откликнуть две трети людей не считают себя предпринимателями они не могут считать риски связаны с размещением денег вот человек может быть хорошим врачом хирургом он может великолепным учителем он может быть прекрасным там я не знаю воспитателем детского сада токарем великолепным да но при этом он не знает и не хочет знать как размещать деньги вкладывать у него нет такого таланта значит накопитель для этого создана управляющая компания на накопительная система требует от него чтобы он сосредотачивался и думал а вот куда поместить и участвовал в этой игре а он избрал себе другой путь опять-таки если бы это были какие-то безумные деньги наверное это было бы ему как-то интересно но накопительная часть это 6 процентов от его заработной это 6 процентов от его заработной платы да значит это не очень большие деньги но тем не менее это деньги это деньги но они настолько велики чтобы он бросился изучал рынок и говорил вот это значит компания меня устраивает 入irsty компании устраивает и так далее нам подобное это второй момент и третий момент я могу честно сказать что люди которые полагаются на пенсионную систему на то что они будут же содержимого государства а в данном случае накопительная часть является обязательной копить одно дело накопить или на которой вы сами лично накапливать и другой erste накопительная часть они естественно не хотят принимать на себя ответственность за эти решения они говорят государство. Ты за нас отвечай. 75% говорят, отвечай за нас, государство. Я, Юрий, не уверен, что это плохо. Вы знаете почему? Потому что государство имеет определенные публичные функции, в том числе, начиная с конца 19 века. Государство во всех цивилизованных странах приняло себе публичную функцию, связанную с пенсионным обеспечением граждан. Хорошо это или плохо? Вот так оно есть. Такое решение было принято. Некоторые говорят, что у нас демографические проблемы стали возникать после того, как мы ввели пенсионную систему. Потому что раньше детей рожай, иначе кто о тебе позаботится в старости? Не проживешь, да. А сейчас государство позаботится. Но, тем не менее, такая система существует, на ней построена жизнь целых поколений, и мы должны из этого исходить. Понимаете, вот в чем мы с вами расходимся? На самом деле, позиции очень близки. Пункт первый. Я согласен, что по поводу этого годового моратория на размышления. Дальше надо принимать уже решение. Все. Но, я считаю, что людей надо мотивировать к тому, чтобы они размышляли, думали, принимали решение. Вот вы знаете, я всегда борюсь, значит, я с большим уважением отношусь к руководителям нашего пенсионного фонда и к предыдущему руководителю, Антону Викторовичу. И могу сказать, что я каждый раз с ними борюсь. То есть, я говорю, ребят, что вы рассылаете в качестве так называемых писем части? Ведь на самом деле создана уникальная система. Я был, значит, там, где печатаются конверты, там, где печатаются письма. Представьте себе, 70 миллионам граждан рассылаются письма, каждому персональное письмо о том, что у вас состояние пенсионного счета такое, такое. С одной стороны, это просто уникально и замечательно. Такое представить себе несколько лет назад было невозможно. Каждому свое персональное письмо. Но как эти письма написаны? Они написаны безобразным языком. Моя собственная мама, каждый раз, получив такое письмо, приходит ко мне и говорит, сынок, это вот вообще что означает? Куда, чего? Я как-то ей объясняю, поскольку более-менее включен в этот процесс. В данном случае, если мы будем говорить о том, чтобы вот такой годовой, не мораторий, скажем так, годовой переходный период установить, конечно, должно быть письмо ясно и четко написано. Должно состоять в следующем. Иван Иванович, у вас накопительный счет. Ты берешь на себя ответственность. Да, такой, значит, вот есть такие-то варианты. Если ты хочешь, включайся в эти варианты. Если нет, то тогда, и ты вообще ничего нам не ответишь, и не сообщишь, тогда государство присоединяет твою накопительную часть к страховой. Это будет означать, что твои деньги не пропали. Они к тебе уйдут в будущую пенсию. Более того, индексация будет выше, чем она сейчас у тебя, этой накопительной части. Но ты можешь участвовать в рынке, ты можешь размещать в соответствующих компаниях, управляющих, это твое право. Привести пример этих управляющих компаний. Это все нужно сделать нормальный текст, нормального разъясняющего письма. Для того, чтобы человек, получив это письмо, принял осознанное решение. Я доверяю государству. Я считаю, что государство мне обязано в данном случае обеспечить нормальное пенсионное обеспечение. И я иду туда. Это фантом, на самом деле, Андрей. Государство не может обеспечить достойное, уж простите за тавтологию, пенсионное обеспечение. Я не знаю ни одного пенсионера в России. Ну, за исключением, может быть, определенной привилегированной группы, которые действительно достойная старость у них была. И они обеспечивали ее только теми финансовыми ресурсами, которые выплачивает им государство. Как правило, я встречаю. Либо помощь со стороны детей, либо, если люди работали в более продвинутых компаниях, то это корпоративное уже пенсионное обеспечение, которое уже, кстати, работает. Я знаю ряд наших очень серьезных корпораций, которые действительно уже выплачивают, качественно работают. Кстати, у них великолепные фонды созданы. Я их ни в коем случае ни один из них не рекламирую. Но слушателям скажу, эта информация в открытом доступе, вы ее всегда можете найти. Есть такие компании, они работают небезупречно, но это отдельный разговор. Но, тем не менее, есть, и я приветствую это решение. Значит, задача государства обеспечить следующую ситуацию. Вы знаете, в свое время было принято, на мой взгляд, Евгений Григорьевич, рад его приветствовать. Я считаю, что я всегда к нам присоединяюсь, сейчас он наденет гарнитуру. Добрый вечер. Значит, хочу сказать, что в свое время было принято решение о том, чтобы установить минимальный стаж выхода на пенсию 5 лет. Я считаю, что это неправильное решение. Конечно, какие 5 лет? Лет 10-15 должен быть минимальный стаж для того, чтобы получать социальную пенсию. Но мотив был понятен. Государство, в любом случае, человек пожилой. Вот он не имеет других источников существования. Он приходит к государству и говорит, все, у меня нет других источников существования. Государство обязано ему обеспечить. Любой человек, который в силу... Это крайний вариант. ...потерял трудоспособность, должен иметь минимальный, минимальный уровень поддержки от государства, над которым могут настраиваться помощь детей, дополнительные корпоративные системы существующие и так далее и тому подобное. Но государство обязано это сделать. И это сделано уже, потому что на сегодняшний день ни один пенсионер по закону не может получать пенсию ниже прожиточного минимума в субъекте федерации. Другой взгляд, какой прожиточный минимум, но это отдельный разговор. Евгений Георгиевич, Евгений Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот на ваш взгляд, сейчас в России есть вообще цельное такое понимание по теме пенсионное обеспечение в государстве российском? Нет. Я думаю, что нет. Я думаю, что это очень сложная проблема, с которой нам довольно трудно справиться. Она нигде не легкая. Я скажу, что я только что говорил то же самое. Я согласен с этим. Хотя мы обычно... А в чем причина? А в чем причина? Но это так. Причина состоит в том, что мы слишком долго откладывали решение этой проблемы. В 60-х годах была выстроена советская пенсионная система, которая исходила из того, что государство обязано обеспечить старость всем своим гражданам. Поскольку, поскольку все хозяйство было государственное и так далее, ну, это было справедливо для той экономической и политической системы, которая тогда существовала. Но сейчас совершенно другая система. Плюс к этому, тогда пенсионеров было 12% от численности всего населения, а сейчас 27%. И в дальнейшем доля их будет возрастать, доля работающих сокращаться. А надо вам сказать, что в эту систему заложен принцип солидарности поколений. То есть следующее поколение содержит пенсионеров предыдущего поколения. Это означает, что ситуация для последующего поколения, то есть в смысле, да, последующего поколения, да, будущих пенсионерок все время будет ухудшаться. Денег, средства для того, чтобы содержать на приличном уровне всех пенсионеров при этих условиях и при этом иметь в виду, что у государства имеются и другие проблемы. Ну, хотя бы с детьми, вот, значит, это вопрос нерешенный. И в принципе решений можно предложить множество. Единственное, чего мы не можем себе позволить, это того, чтобы отказываться от решения. Его нужно найти, его нужно как бы принять и осуществить сейчас. Объясню, почему сейчас. Потому что те люди, которые потом, через день, 10-15 лет выйдут на пенсию, они могут остаться уже без средств существования. И поэтому мы должны сегодня принимать решения, которые играют исключительно важную роль для всего ныне живущего, работающего поколения. Почему государство не принимает это решение, об этом сразу после краткого выпуска новостей. 19 часов 31 минута, реальное время, Финам.фм. Здесь у нас Андрей Исаев и Евгений Ясин. Пенсии в России, что будет через 10-20-30 лет. 65 10 99 6, код Москвы 495, многоканальный телефон, его номер, финам.фм. Наш сайт в интернете, там идет прямая веб-трансляция. Звоните, высказывайтесь, да? Потому что это, это касается абсолютно всех. От этой темы вы не убежите, понимаете? И принципиально важный вопрос, вот все-таки, Евгений Григорьевич, так почему государство российское не принимает решения? То есть осознание, думаю, есть, да? И судя по словам Андрея. Осознание есть. В чем причина? Боятся стать непопулярными? Да. В частности. Я не хочу сказать, что только этот аргумент имеет место, но когда знакомишься с целым набором фактов, которые по этому вопросу известны, такое впечатление возникает. То есть, значит, нужно принять решение относительно того, например, будет повышаться пенсионный возраст или не будет повышаться. Второе решение, о котором даже еще не началась дискуссия общественная. Будет ли обязательные взносы всех наемных работников на свой пенсионный счет или не будет? Значит, тогда должен быть добровольный счет. Значит, вот это тоже предмет дискуссии, потому что если вы даже соглашаетесь с повышением пенсионного возраста, то это максимум-максиморум закрытие третьей дефицита бюджета пенсионного фонда. Остальные, где вы берете, где вы должны взять? Значит, я сообщаю вам о том, что во всем мире принят порядок, что либо обязательно, либо какие-то добровольные, но опекаемые, так сказать, взносы на пенсионные счета существуют. Две страны являются исключением. Это Австралия и Россия. Ну, немножко Австралия богаче, чем Россия. Она, может быть, может себе позволить, но вообще-то говоря, если вы хотите, во-первых, развивать экономику и чтобы бизнес хорошо работал, значит, вы должны учитывать, что вы, так сказать, освобождая наемных работников от взносов в пенсионный фонд, вы тем самым перегружаете бизнес. Во-вторых, у бизнеса, если он сталкивается, я прошу прощения, поясню дальше мысль, с дешевой рабочей силой, у него нет мотивации для научно-технического прогресса, для инновации. А если, значит, нужно сделать так, чтобы у людей была зарплата такая, которая позволяет делать взносы в пенсионный фонд, покупать полисы медицинского страхования, брать кредиты и потом отдавать на жилье. То есть, дело в том, что в зарплату, скажем, работников в бюджетной сфере не входят вообще никакие инвестиции. Я не настаиваю на том, чтобы все работники, наемные работники имели такую возможность. Но, по крайней мере, я не знаю, две трети или там три четверти должны иметь такую возможность для того, чтобы у последней четверти тоже был мотив формировать свои сбережения. А то это ситуация такая, что просто привыкли висеть на государстве. Ну, и когда мне говорят, вообще в России не нужно, извините, сейчас заканчиваю, в России не нужно иметь обязательных взносов в пенсионный фонд. Я бы согласился, если бы мы были англичанами. Но мы не англичане, понимаете, и люди непривычны. Если вы берете данные относительно того, сколько людей сделали добровольные взносы в соответствии с теми стимулами, которые уже им даны, это 12 тысяч... О чем мы говорили, Андрей Светланович. Да, да, да. Можно, да. Там, я не знаю, очень небольшая доля. И так быстро, добровольно это так не сделают. Поэтому... Сергей Ильич, а потому что надо долбить было эту тему на каждом углу, по полной программе. Нужно мотивировать. Вот мы с Андреем Исаевым это обсуждали, да. Я расхожусь вот с Андреем только в одном. В том, что вот этот патернализм надо было торпедировать всеми методами, какие только возможно применить в этой ситуации. То есть здесь, понимаете... Юрий, можно я вклинись? Да, конечно. Андрей Сайф. Я просто хотел бы сказать два слова буквально. Но я с глубоким уважением отношусь к Евгению Григорьевичу как очень великому экономисту. Но при этом, разумеется, мы придерживаемся разных позиций. Я всегда воспринимал и воспринимаю его сейчас как оппонента. Потому что Евгений Григорьевич у нас либерал, и я представляю социально-консервативные позиции. Вот. Тем не менее, я могу сказать, что в главном, в оценке ситуации и тех проблем, которые существуют, мы сходимся. Я согласен абсолютно с тем, что решение надо принимать сейчас. Потому что дальше будет поздно. Я согласен абсолютно, и мы об этом говорили, о том, что необходимо провести широкое общественное обсуждение. Общество, основные его группы должны принять решение, понимая, что мы находимся в не самой простой ситуации. Это безусловно. Я считаю, что мы должны двигаться и анализировать все предложения, которые сейчас возникают. Я хотел просто высказать по двум темам, которые поднял Евгений Григорьевич свою точку зрения. Дело в том, что по поводу повышения пенсионного возраста. Ну, как, это можно сказать, как популистское решение. На самом деле это не так. Мы считали, мы просили пенсионный фонд провести актуарные расчеты, что даст повышение пенсионного возраста. Ну, вот просто тупо, что это даст. На самом деле это меньше трети. Это максимальная экономия 170 миллиардов, при том, что бюджет пенсионного фонда 5 триллионов. То есть это вызовет безумное раздражение в обществе, но это мало что решит с точки зрения экономии средств. Поэтому эта тема, разумеется, сейчас актуальной не является. Значит, надо думать, какие другие источники могут возникнуть. И в данном случае я как раз предложил бы обсудить тот источник, который лежит на поверхности. Это досрочные пенсии. Что здесь существует? Вот в свое время существовало советское государство. Оно было, как совершенно справедливо сказал Евгений Григорьевич, единственным работодателем. И оно определяло, ну вот здесь люди работают на вредном производстве, они уходят на пенсию раньше. И поскольку котел один, из этого единого котла выплачивались и досрочные пенсии. Сегодня эти досрочные пенсии продолжают выплачиваться из общего котла, и дальше я, будучи работодателем, работающим, скажем, имеющим цветочный ларек, задаю вопрос, а почему я должен платить за выход на пенсию досрочно работников металлургического комбината, хотя владелец этого металлургического комбината имеет такие деньги, которые мне никогда в жизни не снились. Правильно? В этом случае мы говорим, что если вредное, более того, и Евгений Григорьевич подтвердил это как экономист, нынешняя ситуация заинтересовывает работодателя в сохранении вредного и опасного производства. Совершенно верно. Заинтересовывает его. Почему? Потому что у него работник, в 55 лет мужчина, в 50 лет женщина, достигает пенсионного возраста. И к его зарплате пенсионный фонд начинает добавлять пенсию. 60% из них, для чего была досрочная пенсия? Чтобы они ушли с этого вредного производства и продлили свою жизнь. 60% из них продолжают работать на этом производстве. Но работодатель-то уже знает, что у него кроме заработной платы есть еще пенсия, значит он может на зарплате немножко прижать, поэкономить, потому что у него и так неплохой доход в целом получается. Вот что выходит. И за этот неплохой доход платим мы все. Значит, в этом случае надо поставить следующее условие, что раз, дорогие друзья, у вас вредное и опасное производство, работник выходит на пенсию раньше, платите дополнительные взносы в пенсионный фонд. Кто должен за это платить? Вы платите. Потому что вы используете работника в таких условиях, что он раньше уходит на пенсию. Вы не хотите платить взносы? Тогда проведите работу. Усовершенствуйте условия труда. Докажите аттестационные комиссии, куда войдут профсоюзы, эксперты, независимые эксперты, государства, что вы реально улучшили, а не для бумажки. И что работники теперь могут уходить на пенсию вовремя. Это целый профиль. Виндорфич, согласны? Ну, в принципе, согласен. Я только добавил бы такую вещь, что я бы пошел на такую раздекающую... Я предложил для обсуждения такую вещь, чтобы убрать из пенсионного фонда все выплаты под досрочным пенсиям и возложить это дело на предпринимателя, работодатель. Ну, в качестве переходного периода все-таки брать для них дополнительные взносы, а потом уже можно это было бы сделать как отдельные системы. Ну, есть просто такие корпорации, которые это могут делать сразу, другие не могут. Значит, надо давать возможность. В принципе, мы удивительная страна. Люди, которые травятся на работе, которым наносится ущерб здоровью, они начинают вступать в конфликты с руководством предприятий, с государством по поводу того, чтобы им оставили эту работу и чтобы ничего не меняли, потому что они получают за это деньги. Понимаете? Просто вопреки всем разумным соображениям. И, значит, обязанность работодателя, чтобы он улучшил, изъял бы вот эти, сделал бы ненужными эти выплаты, они его не касаются. Это вот настолько... Он, наоборот, доволен ситуацией. То есть государство готово пойти на такой радикат. Государство готово пойти на этот шаг, потому что сегодня, я хочу сказать, у нас треть пенсионеров, треть досрочники, 10 миллионов человек. Это вредное производство северяне все, да? Нет, северяне отдельная история, но это вредное производство в первую очередь. Это нефтяники, газовики, стекольщики, угольщики. Я прошу прощения, полицейские. Полицейские, служба безопасности, это также солдаты, военные. Ну, сколько, понимаете? Военные пенсионеры, они выслужили 25 лет, и все, они уходят на пенсию, да? Значит, в этом случае, ну, это отдельная история, за них бюджет платят. Но вот если говорить о... Там громадное количество из 10-6 миллионов человек от работники частных предприятий, которые уходят на пенсию досрочно. Вот, это реально большие... Вот это реально больше трети дефицита бюджета пенсионного фонда на сегодняшний день, да? И это решение, которое надо... И я думаю, в принципе... Опять же, вот упомянул угольщиков Евгений Григорьевич, на сегодняшний день две категории работодателей платят. Платят за то, что работники уходят досрочно. Ну, то есть это возможно реализовать. Это угольщики, это владельцы авиаотрядов, потому что они платят досрочную пенсию корпоративным образом, значит, лётчикам и лётному составу. Ну, то есть там стюардессам, в том числе и прочее, да? Вот две категории работодателей сегодня за это платят, остальные нет. Вот, это возможно реализовать, я думаю, что это нужно реализовать. Но вот, господа, меня всё-таки интересует, как-то не с инищем позвучит, пенсионеры будущих поколений, там, 10, 20, 30 лет, да? Вот как их замотивировать? Вот что, Евгений Григорьевич, что необходимо сделать? Я бы, вот на самом деле, на месте государства, тут вот, как ни странно, Андрей Исаев либералом выступает, да? Предлагает год ещё подождать, дать им возможность, и я с ним согласен. Но я, на самом деле, я бы их выпихнул оттуда. Вот принял решение. Из веба всё. Вот сами в свободное плавание. Вперёд. Я имею в виду накопительную часть, да? Думайте своей башкой. Вот плюс, вот эта программа дополнительно один к одному, да? Тысяча на тысячу. Ну, в общем-то, ну, создали же условия. Ну, надо только вот телодвижение, простите, пятую точку поднять и перевести свои деньги в негосударственные, я не знаю, там, УК или в негосударственные пенсионные фонды. Может быть, действительно пойти на радикализацию этого? Ну, если 75% не хотят. Значит, если вы сейчас... Нет, если они не хотят на добровольную, я это предлагаю, я считаю так, что с психологической точки зрения, для того, чтобы люди привыкли к новым институтам, нужно сначала действовать в каких-то более известных им, знакомых правилах. Значит, они привыкли к тому, чтобы их заставляли. Значит, не выпихивали, а заставляли. Значит, им говорят, вы должны платить взносы в пенсионный фонд. На свой счёт. Значит, выплаты будут определяться не так, чтобы это было для вас обременительно. Я соглашаюсь с тем, что та часть, которая будет вот этим обязательным взносом, она может иметь коэффициент замещения не 40% или не 60%, а пускай она имеет 20%. Они должны знать, что 20% они заплатят, и они будут накапливать. Какой-то взнос будет делать работодатель, обычно это ещё половина, но, в конце концов, если вы хотите иметь приличную пенсию, платите добровольно. Ну, то есть, объяснить на пальцах. Это возможно при повышении заработной платы, потому что сейчас с нынешней заработной платы брать 20% на формирование будущей пенсии, это вызовет социальный взрыв. И более того, есть ещё одна проблема. Она заключается в том, что я просто хочу напомнить, что мы шли по этому пути. В начале 90-х годов у нас 1% от заработной платы был 12% подоходный налог. 1% шёл в пенсионный фонд от работника. Потом этот 1% взяли и съели. Искусственно слили с подоходным налогом. Это был такой удар по самой идее. Совершенно верно. Такой удар по самой идее, это участие работников в накоплении, что нам придётся очень долго рассказывать. Вся эта идеология единого социального налога, она была порочна. Согласен в том смысле, что не надо было переходить на налоговую форму. Надо было оставлять... Взносы. Взносы. 100%. Это страховой принцип и так далее. Неужели я так соглашаюсь с Ессеном? Я просто сам говорю. Там просто есть простая ситуация, что люди, вот вы когда говорите, что вот они сами выпихнут, и чтобы они сами, так сказать, приходили в сознание. Значит, на самом деле, это одна из самых глубоких ломок, которые может быть человеком. А что делать, Юрий Геннадьевич? Надо, значит, ломать. Подождите. Я вот просто сейчас по другой работе занимаюсь, я изучаю отмену крепостного права и вот те процессы, которые проходили в нашей стране вплоть до Первой мировой войны. И даже с началом ее. Когда люди, крестьяне, не могли никак привыкнуть к той жизни, которая... Они восстание поднимали против... И, значит, просто поразительная вещь, которую вычитал у американцев, потому что в российской литературе этого не было. О том, что после революции, как началась революция, к концу Гражданской войны, всех этих самых крестьян, которые вышли из общины, всех вернули в общину. Не советская власть, а сама община, те остальные граждане, которые заставляли возвращаться. Ну, это, я не знаю, там несколько сот лет традиции, привычки. Конечно, можно. Ну, честно я вам скажу, когда мы, у нас начинались реформы, в сельском хозяйстве, в частности, я сидел и думал, хорошо, вот этот вчерашний колхозник, за которого обо всем думали и так далее, как он завтра станет фердом? Куда он не понимает? Куда ему идти, что покупать? Как он будет продавать продукцию? Никто, ничего, там никто не пахал, никто ничего не делал. Так, теперь получилось так, что там либо совхозы, либо акционерное общество, которое то же самое, что это община. Тот же колхоз, да. И сильные председатели, которые говорят, делай топ, они туда. Ну, то есть, получается, что они готовы. Придёмся на краткий выпуск новостей, затем продолжим. 19 часов 50 минут, реальное время, здесь Андрей Исаев и Евгений Ясин, говорим о пенсионном обеспечении в стране. В этой части вы, ваши звонки на 65 10 99 6, код Москвы 495, и ваши письма на финам.фм. Андрей, я хочу, чтобы вы прокомментировали, сказанное господином Ясином. А что именно? Ну, вот в части того, что это действительно ломка, что это не так просто. И по поводу предложения, 20 процентов. Любая социальная реформа, это ломка. И, условно говоря, если всё нормально и ничего не болит, лучше социальных реформ не проводить в принципе. Их проводят тогда, когда другого выхода нет. Значит, у нас сейчас ситуация такова, что если мы будем сохранять нынешнюю пенсионную систему, вообще ничего не сделав, вообще ничего не сделав, это закончится крахом. Это для всех очевидно. Поэтому это все понимают. Поэтому сейчас нужно выбрать вариант перехода, который был бы наиболее спокоен и ясен. В прошлом России, Евгений Григорьевич. Вот, в том смысле, что, условно говоря, есть старшее поколение работников, которые находятся в предпенсионном возрасте. Вот для них, я считаю, что нужно вообще мало что менять. А им ничего не надо менять. Это предпенсионный возраст, там, 5 лет, к ним никто не обращается. Они уже, как говорится, попали. Вот. Есть, что называется, более раннее поколение работников, им надо создать палеотив-возможность, набор возможностей. Вот вы хотите туда чисто государственное обеспечение, принимайте это решение сознательно, тогда присоединяйте накопительную к страховой. Вы хотите все-таки накапливать, вот такие варианты есть, да, присоединяйтесь к этому проекту, у вас будет государство в этом отношении поддерживать. Еще один важный момент. Безусловно, нам нужно жестко встроить пенсионную систему России всех работающих мигрантов. Это очень серьезная вещь. Решение такое было принято на уровне закона. Объективно этого нет. А что это означает? Это означает, что за мигранта работодатель ничего не платит в пенсионный фонд. Значит, тогда это понижает цену нашей собственной рабочей силы. Правильно? Значит, поэтому мы должны добиваться того, чтобы принятой Госдумой в прошлом году закон о том, что за мигрантов полноценный платеж пенсионный фонд, а надо еще и полноценный платеж на медицинское страхование и социальное страхование, да, был обязательно осуществлен. Это очень важный момент, поскольку мигранты будут играть существенную роль в нашей экономике. Я хочу подчеркнуть, что идет речь о наемной рабочей силе. Да, безусловно. О наемных работниках, потому что у нас в стране имеется еще 22 миллиона самозанятых, которые совершенно не являются мигрантами, но просто они где работают, никто за них ничего не платит и сами они ничего не платят. На сегодняшний день существует такая система. Самозанятые, ну, те, кто участвует в этой системе, они платят 26% пенсионный фонд от минимального размера оплаты труда. Дальше мы можем легко посчитать, что если человек, а у нас сегодня для того, чтобы получить минимальную пенсию, нужно иметь пятилетний стаж. человек пять лет проплатил от минимального размера оплаты труда 26%, он получит нынешнюю минимальную пенсию 6000 рублей в месяц, да, хотя его вклад в пенсионный фонд будет в разы меньше. В этой ситуации, я думаю, что перед самозанятыми надо поставить дилемму. Дорогие друзья, вы хотите участвовать в государственной пенсионной системе? Тогда платите реальные взносы. Если вы не хотите, ну тогда вы больше не предъявляете претензии государству, да, тогда вы свободны, с вас вообще ничего не берут, вам мы предлагаем набор существующих пенсионных фондов, набор решений, участвуйте, не участвуйте. Банков, ценных бумаг, там, пожалуйста. Это ваше решение, ваше решение, но если вы участвуете в государственной, платите полноценный взнос. Вопросов очень много, ну я остаюсь при своем мнении, что надо всячески способствовать и мотивировать граждан России, чтобы они отказывались от этого пресловутого государственного обеспечения и самостоятельно занимались, я сейчас говорю о тех, кто может, я не говорю о крайних точках предпенсионного возраста, я говорю о молодых, которые через 10, 20, 30, я не знаю, через 40 лет выйдут, вот для них ситуация должна быть иной, или как говорит господин Ясин, все это крах, это закончится крахом. У нас, я почему, в каком случае закончится крахом, у вас есть одна возможность просто сказать, так, ничего не делаем, у нас есть старая советская система, государство за все отвечает, и тогда, через какое-то количество лет, у нас пенсия средняя будет равна прожиточному минимуму, а потом и меньше. Либо государство будет налогами отбирать все основные прибыли и доходы, для того, чтобы перевоспределить. Но у Путина есть еще один вариант. Либо вы думаете и вводите систему, которая способствует тому, что люди на старости лет получают приличную пенсию, одновременно стимулируют всех остальных к тому, чтобы думать об этом с самого начала своей трудовой жизни. Вот чего нельзя допустить, от того, чтобы мы вообще ни о чем не думали. Вот и вроде бы там какие-то движения есть и так далее и тому подобное. Но я должен сказать, что вот то, что сейчас собираются предложить отмену накопительной части... Но Андрей сказал, что он против. Я против. Ну я тоже против, но они же как теперь компромиссное решение, что мы 4% перечисляем в распределительную часть, а 2% мы будем так сказать, оставлять... Пока это обсуждается на уровне чиновников. Я уверен, что решение будет приниматься на гораздо более широком уровне, будет задействовано и потенциал экспертов, вы являетесь одним из наиболее влиятельных экспертов. Я прошу прощения, почему я в последнее время стал орать? Я потому как раз свое чувство опять что-нибудь примут... Я тоже буду орать, если не дай бог примут. Что-нибудь примут и никого спрашивать не будут. Это у нас... С этого мы начинаем сейчас разговоры. Я хочу еще раз это дело подчеркнуть. Евгений Григорьевич, в этом отношении, Юрий, мы являемся абсолютными единомышленниками. Решение о изменении пенсионной системы должно быть принято максимально открыто, с максимально широким обсуждением, с участием профсоюзов, объединения работодателей, союзов пенсионеров, организаций, которые представляют социальные интересы, с максимально широким обсуждением. Потому что это решение, которое должно быть принято обществом. ни в коем случае мы не можем повторить опыт 122-го закона, когда решения во многом правильные, были восприняты как навязанные, чуждые и вызвали возмущение в обществе. Так что есть вариант, что действительно услышат. Ну, по крайней мере, будем надеяться на это, потому что я буду тоже орать на всех углах, потому что это кидалово будет самое настоящее. Приглашайте меня, будем орать вместе. Есть еще, я прошу прощения, есть еще один вопрос, если есть время, буквально минуту я скажу. Дело в том, что мы сталкиваемся в переходный период с тем, что люди, которые сегодня работают, платят из-за тех, кому нужно сегодня платить пенсию, из-за себя, когда они станут пенсионерами. И поэтому не хватает денег, и поэтому особенно острая ситуация. И тут вопрос заключается в том, я прошу прощения, это я говорю, оставаясь либералом, и считая, что нам нужны институциональные инвестиции, которые могли бы способствовать созданию этой новой системы, новых институтов. Значит, у нас есть фонд материально-народного благосостояния, сформированный из нефтяных доходов. Я предлагаю, это не мое предложение, это предложение Егора Тимуровича Гайдара, когда-то он предложил сделать из этого фонда эндаумент или целевой капитал пенсионного фонда. Как в Норвегии. Да, примерно так, да, и чтобы мы и туда делали отчисления, и это был бы резерв. на то время, когда мы переходим, и когда вот этот двойной платеж приходится платить тем людям, которые сегодня работают. Они не платят, за них платят кто? Бизнесмены, работодатели и подкидывают там государство. но это не правило, не институциализация, а это ну как там сегодня так, завтра так, вот без правил. А без правил это значит как бы тоже, ну как, я считаю, что это неприемлемо. Например, Татьяна Алексеевна Голикова сделала вообще хорошее дело, там в свое время повысила пенсии до почти 40% до почти 40% от среднего заработка. 35% сегодня значит как бы она всех осчастливила. Но источников под это дело не подведено. На максимуме было 38% от среднего заработка. Мы почти достигли уровня рекомендуемого 102-й конвенции Международной Организации Труда. Ну вот понимаете, я считаю, чтобы все-таки это создавать институт и не руководствоваться какими-то указаниями Международной Организации Труда. Мы не в состоянии платить. Так вы учтите, что если вы будете делать взносы добровольные, так тогда ваши добровольные взносы и обязательные взносы, которые вы делаете будут суммироваться, они будут. По ним будет измеряться норма замещения. Потому что норма замещения и норма отношения средней пенсии к среднему заработку. Значит это... Андрей, есть понимание лаконичное? О чем я могу сказать, что да, безусловно, мы открыты. И я считаю, что на самом деле... Вы поднимите вопрос. Для меня удивительно, что сегодня с Евгением Григорьевичем мы больше соглашались, чем спорили в этом эфире. Это означает одно, как мне кажется, что в обществе созревает консенсус, понимание того, что нам необходимо решать этот вопрос, что на пути решения этого вопроса необходимо задействовать все ресурсы государства с одной стороны. необходимо сделать пенсионный фонд максимально независимым, да, и использовать природную ренту для создания определенной подушки безопасности пенсионного фонда как системы. И нам необходимо активизировать участие работников самих в формировании своих будущих пенсий. Это стопроцентная вещь. Дальше мы будем искать конкретные решения, но безусловно окончательное решение за обществом. Вот когда общество, большинство его, большинство его институтов скажет о том, что вот это решение, да, мы критикуем там отдельные положения, но в целом вот это выход приемлемый. Тогда это решение, которое будет правильным. Так как, например, такие решения принимали в Скандинавии. Сегодня в Швеции действует пенсионная формула, в соответствии с которой пенсия может снижаться, может повышаться, но это объективная реальность. И все понимают, что это зависит от того, каким образом складывается конъюнктура, возможности государства. И всем это понятно. Это общее достигнутое решение. Вот к этому надо стремиться. Я думаю, что на этом пути мы договоримся, а потом дальше опять разделимся. Поднимайте вопрос в палате про фонд народного благосостояния. Давайте хоть что-то. Абсолютно. Мы начали дискутировать еще и на уровне депутатского. Отлично. Если бы действительно парламент стал местным для дискуссии. Андрей Исаев, Евгений Ясин. Реальное время. Финомофон. Финомофон.